Здравствуйте! Сегодня будем выполнять педикюр, используя средства компании Чистовье и однофазные гель-лаки от Массера. Ссылки на все оставлю под видео. Для начала отрезаю фрезой кутикулу. Этому мы учимся на моих курсах, поэтому не углубляюсь. Далее отодвигаю, очищаю боковые пазухи и под кутикулой. На больших пальчиках особенно есть, что проработать получше. Продолжение следует... Продолжение следует... Наношу незаменимое средство для удаления кутикулы, в которое я уже успела просто влюбиться. Пушером хорошо распределяю его во все углубления и под ноготь. Для стопы использую размягчитель натоптышей. В его состав, как и в состав средства для удаления кутикулы, входит карбамид, который приносит нашей коже глубокое увлажнение. И только за счет этого отмершие чешуйки хорошо удаляются, а не посредством агрессивных компонентов типа кислоты или щелочи. И это неоспоримое преимущество. Средство мало того, что абсолютно безопасное, да еще и работоспособность у него ого-го. И педикюр выполняет для меня теперь одно удовольствие. Эти средства подходят для любых типов кожи и способствуют устранению шелушения натоптышей и трещин. Я это уже проверила и убедилась в правдивости. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пилкой сейчас пользуюсь от фирмы Rio Profi. Металлическая основа и файлы по цене намного выгоднее, чем у других подобных инструментов. Для меня это неоспоримое преимущество. Качество также порадовало, не осыпается, пилит отлично, большего и не нужно. Теперь приступаем к покрытию с минимальной затраты энергии и времени. При этом качество остается по-прежнему на высоком уровне. Сейчас для покрытия в педикюре я использую исключительно однофазные гель-лаки. И масура для этого подходит как нельзя лучше. При этом я учитываю цену, небольшой объем, стойкость, время работы, блеск, удобство во всех отношениях. И кстати, при необходимости их можно использовать так же как и трехфазные. Если ваш клиент, например, хочет одинаковый цвет на руках и ногах или в педикюре требуется выравнивание с укреплением базой, с топом он также отлично сходится. Так что выбор для меня был очевиден, учитывая цветовую линейку на любой вкус. Подготовка для них стандартная, шлифовка, обезжириватель, праймер. Просыхает быстро, ложатся плотно, без особой толщины в два слоя, при этом не кукожится. По блеску не уступает любым топам. Я лично свое покрытие ношу уже месяц и блестит все прекрасно до сих пор. Надеюсь, видео вам было полезно. В комментариях жду вашего рассказа, пользуетесь ли вы однофазниками или нет и какие у вас впечатления об этом МК. С вами была Ирина Набок, до встречи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok